Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь4 в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Построили бизнес на нелегальной продаже минеральных удобрений. Правоохранители вскрыли большую аферу похищению продукции в сфере сельского хозяйства. Под подозрением заместитель председателя частного предприятия Калинковичского района, а также его сын, менеджер транспортной компанией. Раскрутка криминальной схемы поставки минеральных удобрений в Россию началась с банальной проверки. 10 апреля сотрудники милиции остановили на трассе М-10 под Калинковичем две фуры. Накладные на груз вызвали сомнения в подлинности. Проверив товар, милиционеры обнаружили в прицепах 80 тонн минеральных удобрений на сумму в 20 тысяч рублей. Оказалось, водители и их транспортные средства были вовлечены в отлаженный механизм хищения товароматериальных ценностей. Было установлено, что учредитель транспортной компании, житель Калинкович, 1963 года рождения, по совместительству заместитель руководителя фермерского хозяйства этого же района, совместно с сыном организовали преступную схему, согласно которой калийные удобрения похищались с предприятий. Затем каждые 3-5 дней формировались большегрузные машины и вывозились в Российскую Федерацию, где за наличный расчет продавали субъектам хозяйствования и таким образом деньги присваивались себе. Отец закупал минеральные удобрения, сын обеспечивал их бесперебойную доставку. Сырье закупалось не без участия должностных лиц, прямыми обязанностями которых было обеспечение минеральными удобрениями сельхозпредприятий Гомельской области. Другими словами, госсырье просто воровали, документы подделывали, а выгоду извлекали все участники преступного сговора. При этом предприятия белорусского АПК по факту имели недопоставки минеральных удобрений. Во время обысков на складах транспортной компании «Автомидон» и предприятия «Антоновские яблоки» обнаружено еще более 100 тонн украденных удобрений. Фуры и внедорожник, находящиеся в пользовании директора фирмы, арестованы, как и ряд фигурантов этого уголовного дела. Руководитель фермерского хозяйства и по совместительству организатор хищений сбежал и находится в розыске. В Гомеле нетрезвого водителя преследовали 12 экипажей. Автолюбитель ловко уходил от приемов блокировки автомобиля, но в конце погони все-таки не справился с управлением и съехал в кювет. Все началось на проспекте Октября, а продолжилось на Речицком. Нарушитель на своем Hyundai Solaris пересекал сплошную, мчался по бордюрам, дорогам и тротуарам. При этом инспекторы не сразу смогли его догнать. То и дело водителю удавалось ускользнуть. Закончилось преследование на трассе под Бобовичами, где нарушитель потерял управление. В салоне находился еще и пассажир, который то ли от воздействия алкоголя, то ли от испуга едва стоял на ногах. В отношении жителя города Гомеля 1975 года рождения составлено 27 административных протоколов. За предусмотренные правонарушения мужчине грозит штраф от 200 базовых величин, а также лишение права управления сроком до 5 лет. Съездил в областной центр и остался без крыши над головой. В ветке наполовину сгорел деревянный жилой дом. У него обрушилась кровля и уничтожена практически вся мебель, находящаяся внутри. Хозяин домовладения на момент пожара был в Гомеле. О случившемся он узнал от сотрудников МЧС. С их слов, причиной ЧП могло стать нарушение правил пользования печным отоплением. Вместе с тем хотелось бы обратиться к гражданам и напомнить им о важности соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Хотя, несмотря на то, что дни устанавливаются теплые, ночи все-таки холодные. Особенно это актуально на дачах, там, где кроме печного отопления какое-либо другое отсутствует. При эксплуатации печей важно помнить, что печь должна быть исправна, дымоход должен быть побелен, на печи должны отсутствовать трещины. Если они есть, то надо позаботиться о том, чтобы привести печ в порядок. Вот такие новости к этому часу. С вами был Алексей Немкевич. Оставайтесь на Беларусь 4.